Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим говорить об откровении Анны Богослова и посмотрим сейчас на самые важные места 18 главы. Здесь Иоанн продолжает разговор о падении Вавилона. Напомню, что Вавилон в его устах, в его системе мыслей, в первую очередь, символ Римской империи и любой другой империи, любой другой человеческой попытки организовать соподчинение людей друг другу, любой другой попытки власти, которая не от Бога происходит и не самому Богу принадлежит. В 18 главу при разделении текста на главы попало, собственно, поэтическое описание того, что происходит и как происходит это падение Вавилона. В начале этой главы Иоанн пишет о том, что он увидел ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и ангел этот восклицает громким голосом, пал, пал Вавилон, великая блудница. Собственно, может быть, это и всё, что надо об этом Вавилоне знать. Со всеми драконьями проявлениями этого Вавилона так или иначе каждый человек в своей жизни сталкивается, потому что люди вообще склонны контролировать друг друга, и это всегда до некоторой степени проявление драконьей империи в наших частных человеческих отношениях и жизни. Вот, поэтому важно действительно, что он пал, и Иоанну, как пророку, даёт Бог увидеть это грядущее падение. Конечно, оно для Иоанна грядущее, но когда он, пребывая, скорее всего, на каторге, сосланной туда той самой империей, в духе прозревает победу Бога над этой империей, это совершенно меняет его отношение к жизни, к тому, что происходит. Человек, который принимает это откровение, как Иоанн принимает его и даёт нам возможность тоже узнать об этом откровении, будет всегда знать и помнить, что весь этот ужас драконов не навсегда, а Бог навсегда. И даже если сейчас, в данный момент, каждый конкретный момент человеческой истории, этих драконов вокруг, как собак нерезанных, всё равно мы знаем, что не им принадлежит победа. Это источник совершенно поразительной надежды и духовных сил для читателей Иоанна, как тогда, так и сейчас. И ещё один очень важный момент, он снова и снова говорит о нравственном выборе людей. «Он слышит иной голос с неба, говорящий, выйди от неё, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её». Это очень серьёзное предупреждение, потому что, конечно, очень хочется нам часто, может быть, даже и всегда, очень хочется найти какой-то компромисс между тем, чтобы быть относительно лояльными дракону по возможности и в то же время не вовсе предать Агнца Божьего. Может быть, те недолгие, пока ещё только совсем начальные, первые две тысячи лет истории христианской церкви, это в очень большой степени история неудачных попыток этот компромисс найти или нащупать неудачных, потому что его просто нет, просто потому что надо делать выбор, надо делать выбор, какому царству ты принадлежишь, между царством дракона и царством Бога нет соглашения о двойном гражданстве. Других вариантов, кроме как выбрать, просто не существует. Для Иоанна, его современников, ещё после него, по меньшей мере, в пределах двух столетий в Средиземноморье и ещё очень-очень долго в других географических локациях, этот выбор был действительно выбором между жизнью и смертью. Сегодня, конечно, это далеко не всегда так, хотя и в нашем мире сегодня тоже у многих христиан выбор между царством Бога, между верностью Богу и царством дракона – это вопрос жизни и смерти. И я думаю, что нам в более комфортных условиях, находящимся, важно об этом помнить и молиться о таких христианах, которые существуют в условиях гонений. А дальше, во второй половине 18 главы, Иоанн перечисляет довольно много разных, важных, как нам представляются, вещей, о том, что возрыдают, восплачут об этой самой жене-блуднице вавилонской, об этой тотальной языческой империи, цари земные, купцы земные и ещё там те или иные категории людей, потому что все так или иначе имели корысть вот в этом феномене империи, имели некоторые бонусы, которые утрачиваются. Это действительно великое крушение всего того, что люди пытаются без Бога строить, которое может затрагивать самые разные стороны жизни, общества, вообще бытия этого мира. И вот поэтому в 19 стихе Иоанн говорит «Горе тебе, город великий, драгоценностью которого обогатились все имеющие корабли на море. Веселись об этом небо, ангелы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Здесь ещё довольно важно для нас, может быть, важнее, чем другое в этой главе, попытаться увидеть, что же такое для Иоанна и для той культуры библейской, которая нам принадлежит, что же такое суд Божий. Потому что в большинстве случаев современные христиане представляют себе суд Божий скорее, так как это видели древние египтяне со своей богиней справедливости Маат. Да, египтяне считали, что вот там какой-нибудь фараон скончавшийся, или там какой-нибудь ещё чиновник фараонский попадал на том свете в руки богини правосудия с весами. Мы все там вот видим сегодня тоже эти картинки. Там у неё могли быть завязаны, глаза не завязаны. И на весах там взвешивается сердце фараона. А фараон при этом, как на египетских росписях в гробницах, верещит, ну, врет, собственно говоря, что я был хороший, там никому не делал зла, прочее, прочее. А богиня справедливости взвешивает сердце его на весах и выясняет, правду ли говорит этот самый фараон о своей праведности. Да, ровно так же, как в книге пророка Даниила на перу Валтасара «Некто пишет огненным перстом на стене мене текил фарес» «Ты взвешен на весах и найден слишком лёгким». И часто мы тоже думаем, что суд божий – это когда каждого из нас взвешивают и, что перетянет, добрые дела, которых мы совершили совсем чуть-чуть, или грехи и провинности, которых мы совершили, ясное дело, все намного больше. Но это лишь маргинальный вариант представления о том, что такое суд божий для библейской культуры. В абсолютном большинстве случаев, когда в Библии, в Ветхом Завете и в Новом на самом деле тоже речь идёт о суде божьем, представляют авторы, представляют, как правило, читателю то, что мы сегодня назвали бы состязательным процессом. Бог, как вечный судья, судит между двумя образами жизни людей или типами поведения, или типами отношения к Богу. Один – это упование Израиля, упование на то, что, как бы ни было страшно и больно, но мы будем доверять Богу, уповать на то, что Он нас не оставит, и твёрдо знать, что Бог един, и нет иного, кроме Него. И упование язычников, которые в том же самом состязательном процессе перед Богом, как вечным судьёй, хвастаются своими достижениями. Кого они завоевали, кого они победили, каких они достигли высот и удвоения экономики или чего-нибудь там ещё. Ну, как бы, каждая языческая империя хвастается чем-нибудь своим, но только не доверием правде Божьей, только не упованием на то, что на слова Бога, даже если мать забудет грудное дитя своё, я не забуду тебя. Бог в библейской картине суда – это тот, кто говорит, «Вот они, уповающие на меня, правы, а те, кто пытаются обеспечить себе что бы то ни было, в том числе вечность, и добраться до неба без меня, неправы». Вот суд Божий – это когда Бог рассудит между язычниками и своим народом. И когда Иоанн говорит, совершил Бог суд над ним, над городом дракона, над Вавилонской империей этой блудницы, речь идёт именно о том, что Бог посрамил всё, что не на него уповает, всё, что не на его правде строится, всё, что не ради его царства и его славы и его красоты созидается людьми. Вот это посрамление языческой империи и, наоборот, торжество, конечно же, верных Богу – это и называют, на самом деле, в библейской культуре, в том числе в Новом Завете, оправданием. Это важно сегодня для нас помнить, потому что в зависимости от того, как мы эти картины себе представляем, мы свои пути к Богу и свои отношения с Ним выстраиваем несколько по-разному. Это действительно существенные акценты. Вот, собственно, ради этого рассказ о падении Вавилона, не ради живописных подробностей, которых, в конце концов, можно было и избежать, но ради того, чтобы читатель увидел, правда Божья и суд Божий заключаются в том, что оправданы на этом суде, признаны правыми, признаны правыми именно те, кто уповал на Бога, а не те, кто пытался под шумок разжиться чем-нибудь за счет этой самой разнесчастной империи. Субтитры создавал DimaTorzok